Шесть лет и один день длилась Вторая мировая война. Она завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией милитаристской Японии. На следующий день после этого, 3 сентября, советская пресса опубликовала обращение Сталина к народу. Там говорилось об окончании войны. Эта дата стала в России днём воинской славы. Председатель ветеранов промышленного района Галина Демчук в этот день каждый год приходит на площадь славы почтить память героев. Отец Галины Александровны прошёл войну от Куйбышева до Берлина, был дважды ранен. Мать сразу после учёбы стала работать медсестрой в госпитале. Поэтому все тяготы военной жизни семья Галины Александровны знает не понаслышке. Это знаковый день полного разгрома фашистской и милитаристской Японии. И, конечно, в этот день мы всегда придём сюда, мы пообщаемся, мы поклонимся нашим ушедшим, возложим цветы к вечному огню. Мы всегда этот день храним в памяти. И большое патриотическое воспитание проводим в школах. 3 сентября в России ещё одна памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминают жертв терактов, в том числе трагических событий в Беслане, где погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Вся наша Россия, она помнит этот день и будет помнить веками, наверное. Потому что ни в коем случае нельзя этого забывать. Дети – это наше будущее, это наше поколение. И ни в коем случае, чтобы такого горя не допускалось в будущем. В память о погибших и пострадавших в Самаре прошла торжественная церемония возложения цветов к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине. В церемонии приняли участие областные и городские власти, депутаты, члены ветеранских организаций, молодёжных патриотических объединений.